Я думаю, я буду краткой, что я вам покажу. Музей, я думаю, многие бывали уже не раз в нашем музее. Так, я прекрасно понимаю, что все прекрасно знаете русский театр. Я не буду давать в такие большие подробности. У нас несколько залов, и каждый зал отражает свою тематику, свою историю. И пока мы с вами гуляем сегодня по музеям, в музее вы увидите, как даже стилистически меняется убранство наших залов. Они отражают то, о чем говорить. Первый зал посвящен истокам русского театра. И, как известно, театр появился очень поздно в России. А именно в 1756 году, благодаря его каждой Дмитрии Петровны. Также, конечно, боюсь, потому что появился прекрасный человек-продруг Молков, который приехал в Петербург со своей труппой. Актером был Дмитриевский, прекрасный актер, и также молодой Яков Шумский. Первый актер комедии, если можно так говорить. Человек, про которого говорил молодой еще Фан Визин, что это единственный актер, который может его развеселить. Что когда ему грустно, он обязательно идет смотреть на Фан Визин, и все у него, видите, становится намного лучше, чем было до этого. А в веб-стриме мы с вами также видим портрет композитора Франчески Арае, того самого композитора, который приехал в Россию и обучил русского актера петь. Именно благодаря Франческе Арае на Дворцовой площади в Петербурге произошло масштабное такое событие, где русские актеры использовали русскую оперу с Марокова, запели по-русски, то есть это было все на открытом воздухе, такое великое событие. Дядя Петрова была в восторге, естественно, от того, что она увидела, и подарила даже соболиную шубу, в знак признатель, в знак того, что это великое событие. Пойдем с вами дальше. Следующий наш зал посвящен, макету немножко зал, история о том, какие же фигенчики были театры в начале XVIII века. И правда, возникала проблема в том, где играли русскому актеру спектакли, поэтому чаще всего, во-первых, сначала были построены маленькие деревянные домики, многие чиновники отдавали свои дома под театр. Например, мы с вами видим прекрасный маленький домик, который находился на Царицыном Улугу, на Ямарсовом поле, здесь впервые были показаны пьесы Фанфизина, и считается, что архитектором является Кваренг. Ну, посмотрите, довольно странно, не очень похоже, а дело все в том, что Кваренг приехал, когда он был построен, и принес какие-то свои коллективы. Ну, естественно, да, архитектор считается как он. Также мы с вами видим еще один маленький домик, это уже итальянский театр, то есть труба была прожена из Италии, который находился, где сейчас находится у нас Екатеринский садик. Естественно, Екатеринского театра еще не было, и на месте Екатеринского садика полагался такой небольшой итальянский театр. Также еще был театр на Дворцовой площади, который назывался Немецким. Вот если встать спиной к Зимнему дворцу, то по левую руку сейчас находится архив военно-морского флота, такое большое здание. Вот, естественно, не было архива, как вы понимаете, даже не было главного штаба, и там полагались маленькие деревянные домики. Вот в одном из этих деревянных домиков расположился Немецкий театр. Была выписана, опять же, труппа из Германии, а дирижером становится такой Сигизмунд Нейком. Мало известный, к сожалению, композитор, в России он малоизвестен, он был учеником Гайдена и проживал в Зальмбурге, откуда был, когда кто-то приехал в Петербург с рекомендательным письмом от Гайдена, сказав о том, что вот я должен здесь работать. Поработал 10 лет. К сожалению, в Петербурге чуть 10 лет он уехал, сказав о том, что в России слишком холодно. И приехал в Рио-де-Жанейро. Довольно логично. С этой стороны мы с вами видим макеты театров, да, в Европейских театрах, где уже, естественно, театр давно развивается. Особенно я здесь вспомню, что театр появился в 5 веке до нашей древней Греции. Это театр в Версале. Опять же, здесь были показаны пьесы Мольера. Удивительный такой маленький театр, который помещал в себя 500 человек, то есть довольно маленький портер. Здесь нужно поместить больше людей. Считаю, как говорят критики, да, портер раздвигался, и снизу появлялись новые стулья. Таким образом, зал становился шире. А вот этот театр, это театр в городе Дроднинхольм. Это примерно 100 километров от Стокгольма. Здесь впервые появился летательный аппарат. Человек научился летать, и вот такая великая идея, да, идея полета. Давайте я с вами проведу немножко дальше. Это уже 19 века. Мы с вами попали в такой маленький мир театра. Вот у нас даже есть кулисы, которые прямо открывают. Все, что должно быть в театре. Главное, что должно быть в театре. И вот на сцене мы с вами видим баллилину Марии Тальони, одна из главных кастролерш этого времени. В витрине представлена подлинная туфелька Марии Тальони, к сожалению, одна. Вторая, наверное, потерялась в беге времени, она зашла одна. И также платье. Платье неподлинное, это реконструкция, но, да, как известно, Мария Тальони первая, кто поняла, что главная в балете легкость, ощущение полета. Ее именно придумала такое довольно длинное платье, отказалась от большого количества бриллиантов, что любили ее предшественницы по сцене, и придумали вместе с отцом первый план. Также мы с вами видим литографию в балете... Марии Тальони приезжала в Петербург, как известно, выходило много разных продукций, шарли, тетради, конфеты, все, что можно было продать, все имя, устройство продавалось, и зрители были в восторге. Все драматические актеры в Петербурге посещали, конечно, эти балеты, и даже артист Василий Андреевич Каратыгин, главный трагик Александринского театра, посещал эти балеты и даже написал в честь нее пьесу, которая называлась «Бенефис Марии Тальони». Она не была нигде поставлена, но он говорил о том, что он должен как-то сказать о том, что она великолепна. И как раз-таки в витрине мы с вами видим костюм для роли Гамлета, Шекспира, как раз-таки Каратыгин, одна из его ключевых ролей в театре. Критики говорили о том, что он точно как Петербургские улицы, у нас правда сложно заблудиться, вот Каратыгин был примерно таким актером. С этой стороны мы с вами видим бюст Варвары Асенковой, молодой актрисы, первая актриса, в которой станет играть роли мальчиков, то есть первой травести. Ее жизнь не сразу сложилась удачно, она не сразу стала актрисой, хотя ее мама, ее бабушка, ее дедушка, ее прадедушка, то есть у нее такая большая театральная династия, все были актерами, и, конечно, она тоже хотела, потому что она провела свое детство в театре. Поступила в театральную школу, откуда была исключена заправь непригодность. Посчиталось, что, ну, в вашей семье все талантливы, но, к сожалению, не вы. Она очень была расстроена, тогда ее мама попросила своего друга по сцене с ней позаниматься и сказала, что если ты увидишь в ней хоть свой талант, дай ей хотя бы небольшую роль, тогда, возможно, она станет немножко счастливее. И он с ней позанимался, и как раз таки он увидел в ней талант, что она может играть в роли мальчиков, да, потому что до... маленьких мальчиков. Потому что до этого момента чаще всего эти роли играли либо пожилые бабушки, либо пожилые дедушки, да, потому что было непонятно, как выйти из положения, да, положение, потому что настоящего дедителя мальчика было невозможно привезти в театр и заставить учить текст. Вот появилась Варвара Асенкова. В дальнейшем, конечно, она играет не только эти роли, а она играет уже в комедиях и в драмах. На сцене была 6 лет, но, к сожалению, очень быстро умерла. Но, по крайней мере, вот это первая женщина привезти. Мы с вами двигаемся дальше. Это макет отражает, как раньше менялись декорации. Роллер придумал момент меняющиеся декорации. Здесь, почему это макет, несколько сцен, и мы могли бы увидеть, как в старинном театре менялись декорации. Но, к сожалению, мы пока просто видим мир за кулисья музея. Да, такое. Это уже конец XIX века, и в витрине мы видим трех главных людей Александринского театра. Костюм Варлавов, Савин и Датву. Это, как известно, костюм Варлавова. Это еще он в молодости, но еще художе. Как известно, в конце жизни он стал ровно в 4 раза толще. Но он при этом был любимцем публики. Он сыграл почти более 100 пьес на Александринской сцене. И последний спектакль это был спектакль Мирхольда Донжуана, где он сыграл Рольс Ганарей. Марика Рына Савина прекрасная молодая актриса. Это та женщина, которая поняла, что на сцене можно сыграть пьесу «Месяц деревьев». Именно она посчитала, что надо сыграть ее бенефис. И трагедия была, конечно, в восторге от того, что он ее видел. Подарил ей портрет, свой собственный портрет «Даст ли она сюда?» Это подали портрет. И третий человек в этой истории – Давыдов. Человек, который сыграл все роли в пьесе «Ревизор». И, конечно, дошел до Городничного. Это такой медленный карьерный рост. Это трактивный полифон. Люди 19 века могли спокойно положить пять копеек. А пять копеек – это примерно килограмм мяса. И послушать музыку, которая им была удобна. У меня есть пластинки. Но, к сожалению, сегодня мы не сможем этого сделать. Но представьте, это довольно интересно. Это такой зал. У нас есть детальное посещение. Сюда покупают приятные комплективы. Здесь представлены совершенно маленькие нарезки видео разных линий балеринов или оперных певцов. Такое, опять же, время 19 века. Мы сами слышим стук колес, падает снег. Петербург – такое время. Мы дальше в наш новый салф. 4 месяца но и в центре видео саем полетный класс у нашего музея находится в ваганасовом училища посмотрим довольно длинная такая история 20 минут соскорить рассказывать историю ваганасов училища в конце он обучает стоять в разных спорах там есть прекрасная хроника молодого барышникова совершенно молодого там только он еще учится ваганском училище и можно посмотреть на какое-то дело совершенно легко и председательное завершает вот как раз и сейчас мы сейчас скорее забудет обучать да можно повторить руки опускайте руки опускай вот теперь возвращайтесь к нам возвращайтесь сюда вы стойте вы стойте вы стойте вы стойте вы посмотрите теперь барышни в густом классе даже это уникальная хроника первая а 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 Я покажу вам, что получилось. А это не будет. А, нет, это сейчас. А потом уже, дальше? А как начинается? Да, если... Просто сейчас человек вышел, то закончилась программа, и когда заходишь в балетный класс, ты как раз балет в эту историю. Когда у них никого там нет, то она не работает. В этом смысле, да. Можно с вами продолжить наше путешествие. Вот сразу понятно, да, что мы попали в зал серебряного века. Замечательные, прекрасные эпохи. Эпохи не только в литературе, но, естественно, и в театре. По бокам мы с вами видим костюмы художников мира искусства. Здесь мы с вами... Это костюмы из спектакля Орфеи Вредика, Мир Хольда, который он сделал в Гражданском театре. То есть, то совершенно время... Время — это такое замечательное совершенно время. На определенной стене мы с вами встречаем, естественно, историю Московского художного театра, да, потому что именно в руководстве Северного века появился такой проект, как режиссур, который, да, продолжился на многие годы. Также на какое-то время появился проект «Свободность», так можно говорить, но, как известно, свобода у него не заканчивается. Появился там... Время — это был запрет и были у нас на этот комитет. Но в первое время все-таки было это немножко свободно. С этой стороны мы видим театр Комиссаржевской, потому что именно она первая, кто откликнется, да, на идее того, что доработится режиссурой и краски ее портрет. А вот эта накидка — шушун — это единственное, что сохранилось от Веры Федоровны, потому что, как известно, она умерла в Ташкенте, ее привезли в закрытом гробу, и вот все костюмы были зажены. И вот сохранилась только одна накидка, как раз та самая накидка, которая нарисована на портрете. То есть все соединяется. Это макет по спектаклям... Макет спектакля Мирхольда Маскарад. Да, по спектаклям, который поскал как бы точку эпохи Серебряного века. Макет со своего временем, наш музей Макет выиграл, получил гран-при, потому что он точно и полностью символизирует одной из сцен Маскарада. А вот это довольно интересное зеркало, придумал нашего художника в нашем музее. Когда мы смотрим в него, мы видим все-таки немножко себя, и нам на встречу выходят герои из спектакля Мирхольда. Такая приятная встреча. Вряд ли где-то еще мы смогли бы с ними встретить. В общем, бы хотелось, но только здесь. Зал поменял свою стилистику. Мы сами попали в зал театральной авангарды. Новое время, новая эпоха. И самое удивительное, что есть в этом зале, как мне лично кажется, эскизы костюмов Маяковского к «Мистерии Буб». Маяковский именно сделал костюмы, а художник как на спектакле выступал Малевич. К сожалению, эскизы Малевича, они просто путешествуют по миру, поэтому их мы не можем видеть в постоянной экспозиции, но по крайней мере мы на Маяковском можем посмотреть. Такой спектакль, который прославлял первую русскую революцию, такое совершенно новое время, ощущение другого человека, круглые, квадратные, треугольные, необычные совершенно люди. Вот наступает совершенно другая, новая эпоха. Поэтому зал выполнен в виде шара. Там мы видим земной шар, который разделился, то есть, да, время поменялось. Если захотите, вы можете прогуляться по ступенькам этого шара и как бы посмотреть на экспозицию света. Небольшое значение. Нет, они все как-то, ну, как говорили. Да, зал только балетный стиль. Пять месяцев, шесть месяцев. Здесь еще есть такое удивительное, что мы можем видеть эскизы, декорации, костюмов, спектакль «Женитьба», который сделал Козинцев, да, вот фабрика историчного искусства, фэкс, открывшаяся в Петербурге. Я понимаю, что он послушается в целом этот зал, там, правда, очень необычен. Давайте аккуратно заглянем. Это зал, где находился кабинет дирекции операционных театров. Да, как известно, в нашем театральном музее раньше… Можно пройти, давайте пройдем, чтобы мы все поместились. Раньше не было здесь никакого театрального музея, ясное дело. Здесь находилась дирекция операционных театров, и конкретно сейчас это концертный зал, а раньше именно здесь был кабинет, например, последнего Селиковского, именно здесь. Естественно, зал был перестроен, но дубовый потолок, который мы с вами видим, он подлинный. Это рояль, с которым играл Чайковский. Он приходил в этот кабинет, занялся за рояль, рядом с ним стоял Селиковский, Петипа, и они решали судьбу его балета. То есть они слушали музыку и носили какие-то свои замечания. В эпоху еще до революции однажды к Теликовскому, как известно, пришла Марья Гавриловна Савина, и сказала о том, что в Петербурге, как мне кажется, должен открыть театральный музей. Довольно правильное решение. Но тогда Теликовский посмотрел на нее как-то неуверенно, сказал о том, что это невозможно, у меня нет помещения, что я отдам вам свою квартиру. Происходит революция. Естественно, директор операционных цитата распадается. Теликовский, как известно, заведует маленькой обувной лавочкой при Московском вокзале, директором, естественно, становится ее. Ну, конечно, у них в квартире, но в кабинете и в местах, где Теликовский всегда ходил, открывается театральный музей. Раньше театральный музей был совсем маленьким. Он был здесь, в этих двух залах, сейчас немножко разрастался. На пятом этаже, где вот сейчас проходит конференция, находились раньше коммунальные квартиры, которые давали актрисам Мариинского театра. Ну, в конечном итоге, 10 лет назад, примерно, может, 12 даже, в квартире перешли в подчинение театрального музея, и там мы тоже сделали экспозицию. Там, потому что она посещена детям, и западноеврескому театру. И чаще всего там мы общаемся, конечно, с детьми больше. Там и за кулисик. Кстати, если вам есть возможность, загляните. Такое довольно красивое за кулиси и интересное. Спасибо. 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 Это последний зал. Довольно грустно она заканчивается позиция. Она заканчивается залом, посвященным сталинским репрессиям. И это виде инсталляция, которая сделана нашими научными сотрудниками. Это называется репрессионный театр. Здесь более тысячи имен, людей, связанных с культурами, Ленинград и Ленинградской области, которые были убиты или расстреляны в это время. Все эти люди, естественно, были реабилитированы до одного. Это все проверено. Сверху мы с вами имеем трех людей этого времени. Художницей этих портретов были представлены Алиса Парет и Муза Хармс. Это очень большая линейка «Трагические судьбы России». У нас в музее только три портрета. Мир в Польф, который восточный, как известно, принял революцию, как известно, был убит, а его женой Драйф тоже был убит в своей московской квартире. Сламон Михоуз, известный московский еврейский актер, который выглавлял в свое время Восточный государственный еврейский театр. Опять же, как известно, был устроен актастрофой в Минске. И Шостакович, который, слава богу, не был убит, не расстрелян, но, опять же, как известно, Сталин написал на него анонимную рецензию, которая называлась «Сумбур вместо музыки». И в центре у нас есть стул. Опять же, художник нашего музея придумал такой метафор. Ну, кто-то самый смелый может присесть, током не бьет, я сразу говорю. Ну, садитесь, не бойтесь. Неприятно, но не то чтобы очень страшно. Вот мы садимся в это кресло, мы слышим неприятный такой звук, звук мотора, да. В это время даже ты был динтиком в этой системе, тебе легко можно было ее убрать. Вот тут наш художник видит примерно так, эпоху репрессий. То есть, нельзя было двигаться ни вправо, ни влево, только вперед. Куда тебя, грубо говоря, ведут, туда ты и идешь. Центрский запрет и социальное состояние, как известно, очень хорошо и мало что. Ничего не изменится, можно встать, когда вы встанете. Возникает ощущение и приятное ощущение? Да нет, я уже в этом сидела. Ну, чтобы не заканчивать всем грустно, на этой стороне вы смотрите картины Акимова, одного из главных художников и режиссеров. Кстати, эмблемы театрального музея придумал именно он, именно он, то есть Ищнил. Так же, как эмблема своего собственного театра. На этом я вас отпускаю, я понимаю, что вы все хотите очень поесть. Все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо.